Куда дели собак? На днях из передержки бездомных животных, которые существуют в городе, уже три года вывезли 14 собак. Очевидцы, видевшие, как забирают животных, подняли тревогу. Однако волонтеры, которые и следят в основном за бездомными собаками, совместно с неравнодушными людьми, утверждают, что ничего страшного с питомцами не произошло. Так ли это, выясняла наша съемочная группа. Резонансные случаи, говорят очевидцы, которые видели, как неизвестно выводили собак и грузили их в машину. А беспокойные граждане начали обращаться в нашу редакцию. По словам Владимира Мясникова, директора коммунальной службы Доркомсервис, они отвечают за отлов бездомных животных и за их содержание. И ничего страшного с животными не произошло. На основании договора передали одной из организаций 14 животных. Перед тем, как заключить договор с этой организацией, мы познакомились с этой организацией. Условия содержания, кормления, санитарно-вентеринарные службы. И если у кого-то есть какие-то опасения, что животные переданы на какие-то опыты, я могу смело заверить, что это далеко не так. Как животные находятся в хороших руках, как говорится, никаких опытов над ними производиться не будет и не производилось. Проблема бездомных животных раньше решалась лишь с помощью отлова. Сейчас же основная забота легла на плечи неравнодушных людей из инициативной группы под названием «Ищу дом». На своей страничке в соцсетях они ежедневно размещают посты о том, какие животные сейчас там находятся и по чьим чутким контролям. Регулярно размещают информацию о потерявшихся собаках. Но на содержание животных нужны средства и спонсорская помощь. Очень много аспектов, которые существуют. Поэтому люди могут вкладывать свои какие-то силы, прикладывать все свои возможности к различным пунктам. Я могу прямо вот так объяснить. Ну, денежными средствами это понятно. У нас есть карточка, в наших соцсетях есть реквизиты. Это уже у кого как душевное расположение материальное. Можно перечислять денежки с пометками. Дальше у нас по воскресеньям с 12 до часу за ветокабинетом в красных рядах, вот там где торговые бабулечки сидят, вот там вот приблизительно в одном и том же месте у нас сбор корма. С 12 до часу. Каждое воскресенье я стою лично. В общей сложности порядка 70 взрослых собак и 15 щенков находятся на попечительстве у волонтеров. Каждому малышу нужны любящие хозяева. Но пока для четвероногих очень необходим корм, подстилки и даже миски. Не менее важной проблемой по-прежнему остаются вольеры. В марте 2017 года мы выиграли аукцион для заключения контракта по заключению с администрацией Канаковского района по отлову и содержанию безозорных животных. Сумма контракта 1 млн 364 рубля. По контракту мы должны отловить безозорных животных в количестве 469 животных. На сегодняшний день мы отловили 221 животные. В эту сумму включена и помощь временной передержки, а именно вакцинация и содержание животных. Дружелюбные, ласковые, маленькие и большие очень ждут и надеются обрести дом, хозяев и друзей. Все собаки отдаются только в хорошие руки и по договору. Если у вас есть желание стать волонтером или помочь передержке, звоните по телефону 8 904 018 58 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова